Уважаемые телезрители, мы находимся в студии на программе «Я горжусь своей страной». И сегодня у нас встреча с интересным человеком. Это отец Схиегумен Исаки. Здравствуйте, отче. Отче, вы вот рядом со мной сегодня в таком вот одеянии. Это облачение схимника, это высшее посвящение монаха, оно называется схима. Великая схима. Великая схима. Оптинские старцы когда-то были первыми хранителями веры православной. Я правильно говорю? Все правильно. Вот телезрителям мы показываем крупным планом, и им будет понятно, почему вот именно у вас такое вот облачение. Да, оно непривычно, в общем-то, для обывателя, потому что как-то привыкли люди, что монахи, они должны в керях сидеть, в затворах. Ну, в принципе, вы же были у меня в керях, вы видели, как я живу, и я из керях выхожу только для того, чтобы увидеться с чадами своими или с братьями своими. Очень аскетично вы живете, скромно. Ну, это уже, я прошу, не при мне говорить. Вот это... Я такого не должен слышать. Единственное, мирила моего поведенчества, моей оценки, может быть, только Господь своего. Ну, простите меня, мирянина, дилетанта, да, может быть... Я не в этом плане хотел сказать, что кроме Господа некому судить, потому что люди, бывает так, что и в рясе человек, а просто даже страшно становится, Бога не верует. Вот пришел в церковь не служить, а ведь Господь как нам объяснил суть нас, священства и монашества. Служение мне, через служение людям, все так просто, все так понятно у великого мудрого Господа нашего. И ничего к этому прибавлять не надо. Особенно страшно, когда все это обрастает невежеством, неверием, кощунственным, пресеством подчаса. Так что, если когда-нибудь вы услышите от кого-нибудь, от монаха, от священника, что я вот такой ревностный... Все, уже можно сказать, что это перед вами человек, который не имеет права представлять церковь и веру православную. Нерила может быть только лишь или Господь, то есть Господь и те, для кого ты служишь. Для меня... Так вот, ребята, вы вот хотели спросить меня еще до передачи, позвольте вам помочь. Почему вас еще Пересвет, Батя называют? Ну, фильм «Батя» вы сами смотрели. Это фильм, значит, уже теперь не обо мне, потому что я Исааки, я схимник. А тогда был монах Киприян, которого люди, пометуя, увидев на фронте Хеченской войны, пометуя историю Отечества нашего, Куликово поле, где был осляба и Пересвет. Вот наш Пересвет. Так как-то и пошло, что почему-то наш Пересвет, но это за глаза. А потом уже наш, ну, Пересвет. А Батя, Батя, это другое было уже, когда войны силовых всех ведомств, которые были там в Чечне, они просто признали своим. Ну, это дорогого стоит. Я вам скажу, что не надо это как-то преувеличивать, вот к этому какие-то крылышки пририсовывать, понимаете, нимбы. Это для меня была великая честь, быть рядом с ними. Вот кто святые, новомученики последних времен. Как мудрый всего у Господа, как добрый он. Война, отдавшего свою жизнь за веру, за Отечество, за народ свой, Господь сразу брал к себе на небо, прощая все грехи и милостиво сажая, одеснуя, то есть, справа от себя, приравнивая к лику святых. Так, я прошу прощения. Некоторые говорят, что в нас такое, что же, почему так? Вот над Россией изгалялись за всю историю, сколько раз убивали нас из России, вроде бы было покончено. Это из столетий, тысячелетия в тысячелетие, из столетия в столетие. Убивали почти под корень. А Россия раз за разом, как та волшебная птица из пепла вставала и становилась снова великой и могущественной. Что такое у нас? Откуда? Даже я недаром говорил, что воинов погибших к лику святых Господь причисляет. Так вот, сколько же таких погибших в Великую Отечественную войну возьмем? Это почти в каждой семье отдана своя дань на великий алтарь Великого Отечества. Сколько? Тысячи. А мы их потомки. Так кто же мы такие? В чем же наша тайна? Почему мы вот вечные такие? И всегда ими будем. Потому что мы потомки святых земли нашей. И всегда такими будем из поколения в поколение, только приумножаясь. В этом наша сила и вечность, которую нам и дает Господь. Господь совершает чудеса здесь на земле через нас людей. Вот сегодня с нами находятся, родные мои, я хотел бы, чтобы вы все это сейчас прочувствовали, великая, новейшая святыня. Она послана не с неба. Ее судьба следующая. Это была обыкновенная домашняя икона, которая находилась в одной семье жителей Грозного. Еще до начала Чеченской Первой войны. Но вот она началась. Пожар. Горит город. Этот дом. И войны Софринской бригады. Вот чудо тоже. Рядом Софрина с великой лаврой, святой, стоит Софринская бригада. И имя такое же носит. И Господь через них, через этих ребят совершает великое чудо. Они спасают ценой почти жизни эту икону из огня. Простую икону. Она никакая не богатая, не старинная икона. И отдают мне. Пусть она будет в твоей окупной церкви, Патя. И служит. И она служила. Две войны. Приумножались те подвиги, которые совершали наши мальчишки. Раз за разом она освещалась. Все больше и мы больше мужеством этих ребят становилась святыня. И за последнее время, когда я езжу, летаю по России, бывая в войсковых частях, то военнослужащие с развернутыми знаменами встречают ее, эту святыню. Она все время при мне. Я ее ношу на груди в специальной сумочке. И бывает она, так как я и сам за рулем, я на этой машине, которая мне, ребята... Это боевая машина Нива. Она была со мной и там, в Чечне. Сколько раненых она перевозила. Сколько она добра сделала. И вот мы ее загоняем в самолет или в вертолет. Куда-то летим. Я выезжаю и начинаю уже на ней очень мобильно навещать по адресам тех ребят, которые ну просто далеко, куда ни транспорт не ходит, ни автобус и ничего. И вот где-то в сторожке лесника у своего отца, спрятавшись, раненый парень, коллега, искалеченный, вдруг я приезжаю вот с этой святыней только для него. Он долго не верит вот в это счастье. Он целует ее. Я не говорю, что вырастают ноги, нет, но крылья у него вырастают. Ему хочется жить. Он понял, что Господь-то, если общество о нем забыло, Господь не забывает, потому что он вынес свою лепту в освящение этой святыни. Вот Господь совершает чудеса через нас, людей. И вот это чудо, как раз вот пример этого чуда, вот этой святыни. Тогда разведчики соплицкой бригады выстроились. Командир, мой старый друг, это было в Грозном, Северный аэропорт, включил мне ее и сказал, Батя, вот тебе от нас. Нет капитана, нет командира. Погиб. И стал одним из тех, кто сейчас за нас молится. Ведь в чем величие нашей веры православной? В том, что есть у нас будущее. Мы потомки святых. Мы никогда не должны забывать, что Россия православная, святая, она уже давно победила та, которая находится на небесах и молится сейчас за нас, чтобы мы уподобились ей. Поэтому вера, чтобы все знали, она создается нашими делами. Все святыни, все поступки. Освящается Господом, а создается нами, нашими душами, нашими помыслами. Нашей верой создается вера и святыня. Потому что это не так вот, вы знаете, да, эта церковь, да она твоя. И церковь не принадлежит священникам, она принадлежит всему верующему народу. А из верующих уже, вот, кто-то, прихожане большинство, естественно, основа наша. Это наша надежда. Это те, на которых мы кому служим, ради кого находимся. Не они для нас, а мы для них. Вот. И потом уже, как великое признание, какая-то обязанность, право, дается право служить, быть священником, быть монахом. Это надо всегда подтверждать огромным трудом. Всегда памятовать. Ты ответишь более, чем простой прихожанин. Служи людям. Служа людям, своему обществу, ты служишь этим Богом. Скажите, отче, вы прошли две чеченских кампании военных. С 1994 по 1996 и с 1999 по 2002 год. Киприаном, Пересветом. Фронтовым священником. Я правильно говорю? Все правильно. Был такой когда-то, до пострыга в Великую Схиву. Я знаю, что вы носили раненых ребят с поля боя. Не кланяясь пулям, вы были... Киприян, Киприян. Да. Не я. Киприян, да. Киприян. Он не кланялся пулям. Вы выходили без каски, без бронежилета. И по стонам находили раненых ребят. И несли на своих руках с поля боя, будучи хорошей мишенью для бандитской пули. Вот скажите мне, и вы были дважды в плену у Дудаева, у Хаттаба. У вас были разговоры? У Дудаева, в принципе, знаете, все-таки он советский полковник. Ну, это не у Хаттаба. Вот у Хаттаба, да, это было страшно. Страшно, жестокий был в плену. Он не только, вы знаете, ему же было наплевать совершенно и на чеченский народ, на его нужды. Ну, наемник был. Ну, нелюдь, нелюдь, нелюдь. Говорить о нем вообще как о человеке. Хорошо. Когда он замучил отца Анатолия, я уже понял, что это просто сатана. Ну, ведь и на той стороне, мне кажется, простые люди, может быть, заблудшие. Да какая сторона? Вот почему мы разделяем, понимаете? Вот все время нас заставляют мыслить какими-то категориями, понимаете? Вот обязательно бороться. Да хватит бороться, заедать, пора. Я знаю, что у вас врагов не было, ни там, ни тут. Ни в коем случае. Меня братом называли чеченцем. Знаю это. Я это. Извините, я русский человек, я русский монах. И, конечно, для меня ближе и роднее был. Но что, мальчик чеченский, его судьба, этого ребенка, она что, мне чужая, что ли? Вот я хотел спросить, они задавали вам вопрос. Вы поймите, не с чеченцами. Я объяснял ребятам, они со мной соглашались полуслова. Вы понимаете, не нужно что-то учить, лечить, преподносить людям, которые к этому просто готовы, это у них в крови. Что не с чеченцами они воевали, а воевали с бандитами, которые мешали два народа, многострадальных, русский и чеченский народ. Заставили пойти друг на друга. Ради какой-то идеологии поддались на это. Разве война началась? Мафиозная разборка на кремлевском уровне. Это не война. А гибли наши дети. Гибли люди с той и с другой стороны. И не только военное, а гражданское население. Потому что под этими артобстрелами и легкой бомбардировкой гибломирное население, а там русских было очень много в Грозном. Я же входил в этот город, вот только-только-только чеченцы ушли. Входили мы с генералом Востротиным, с его армией Милосердия, как я вот в книге пишу, я так и называю, а Бог дал. Армия Милосердия вошла, МЧСовская. Вошли войска, естественно, все. Но эти ребята, они не рыли траншеи, они не занимали оборону, как говорится, не строили ее. Они раненых, заваленных в подвалах, на этажах спасали, развернули госпиталь, начали их кормить. Вот когда с умом-то и с душой совершенно по-другому наше воинство-то высвечивается. Конечно, это не вина тех, кто носил в то время форму, кто оказался в Чечне. Они не виноваты через чеченским народом. И сегодня истрадавшийся чеченский народ, замечательный, удивительный народ. Своей культуры и трудолюбивый. Вы не представляете себе, какие чеченец есть, и он тебе товарищ, спокойно, как говорится. Это очень славные, надежные ребята. И мы такие же, для чеченцев. Два многострадальных народа взяли и поссорили. Плохих наций не бывает. Не бывает. Бывают плохие руководители. И как только народ понял, что только он может этот вопрос решить, война закончилась. И никуда не делись правители, они тут же, да, те, кто и начинал, причем. Тут же стали на перегонки бороться за пальму первенствием мирную. Окончить эту войну. Но эту войну мы, видно, окончим нескоро. Не только похоронив наших ребят. Вот сейчас учет лучше. Простите меня за это очень грубо, это такое слово, циничный учет. Но я не понимаю, как это так может быть в современном мире. У нас неизвестны солдаты. Ну, это я не... Я этого не понимаю. Понимаете? Это просто ужас. Меня не убедишь в этом. Я все-таки в этом разбираюсь. Так не только это. А тогда закончится война, когда мы все спокойно будем знать. Особенно женщины перестанут бояться рожать детей. Зная, что больше никогда не будет войны. Это ужасное общество, которое допускает, чтобы гибли их дети. Это позор наш. Наша великая боль. И мы обязаны до того, как оправдаться перед Богом, оправдаться перед самими собой, остановив, остановив вот эту саму возможность этого великой трагедии, как война. человек, он пришел на свет для того, что ему Господь, Господь дал эту жизнь для счастья, радости, и для того, чтобы он выбирал только светлое. Тогда он будет у Господа. И лишать ни нам, ни человекам право их. Мы не имеем на это право, кто бы они ни были бы, какие бы погоны бы, какие бы мандаты они бы не носили. Тогда очень все просто. До свидания. Вы взялись за то, чего вы не умеете. Надо любить друг друга. Господь, когда вот вы говорите, что такое вера? Это очень легко, это очень просто. Господь, когда пришел на землю, он сразу нам все объяснил, кто он такой, что за веру он принес. И какой он, Бог, разве он царем пришел? Я и с ним любовь, сказал Господь, и этим обозначил себя, и дал нам оружие, которым победим все, что угодно. Любую нечисть, любую беду, любую грязь, отмоем мир, свою жизнь от этого, любовью друг к другу. Вот вы правильно сказали, у меня нет врагов и быть не может. Что мне больно в жизни не делали детдомовскому парню, что меня не объедали, не обкрадывали, что меня не пинали, не обделяли, никого в этом не виню. Все мы и в царский период, и в революцию, и в гражданскую, и в великую отечественную, и вот, как говорится, в новейшей нашей истории. Хватит друг с другом воевать. Мы все жертвы этого периода. И если мы это поймем и отбросим то, что нас разделяет, мы станем великим, снова могучим, прекрасным, святым народом. В котором святость будет уравнена и признаваться и поклоняться тех вероисповеданий, которые всегда Русь, в общем-то, на своих плечах и выносили. Это и наши братья-мусульмане и другие конфессии, которые, ну, рука об руку жили разными судьбами для одного отечества. На нашей земле столько накопилось разных проблем вообще в масштабах человечества. Почему, имея такой запас разумности, такой человеческий огромный опыт, столько умных книг, столько умных мыслей, научных достижений, Человечество не может вступить в общий диалог друг с другом. И мы до сих пор идем на край пропасти, где берем оружие и поднимаем его друг против друга. Ну, если нас, то есть детей воспитывают в духе того, что мы, вот мы хорошие, а вот те вот плохие. Он так и воспитывается врагом для какого-то народа, для какой-то общности, для какой-то религии. То есть институт семьи очень важен. Семья, самое главное, совершенно верно. Вот сегодня мы говорим о религиозности. Да вы знаете, раньше как-то с молоком ведь матери было все это. Вот первая школа это была мать, отец, сама семья. И все. И уже у человека не было глупых вопросов, таких, которые сегодня задаются, в общем-то, повсеместно людьми, которые считают, что они верят. А я смотрю, так очень многие. Да, ходят в церковь, но они даже не знают закона Божьего. Я говорю, а во что же вы верите-то? Вы можете отстоять то, чего вы сейчас будете защищать? Знания нужны. Вот знания истории своего народа, знания своей религии, уважительное знание религий дружественных нашего Отечества, оно необходимо. Но нужно ли это сейчас сделать повсеместно, то есть в школы выводить? Думаю, нет. Потому что в одном и том же классе там и православные дети, и православные, и мусульмане, и евреи. Но главное то, что там и семей неверующих вообще. И атеисты. Вот, и чем мы будем скромнее, чем мы будем уважительнее относиться к людям, к их мнению, вероисповеданию, тем меньше мы дадим в руки вот это вот оружие разъединения. Понимаете? То есть элементы... Ведь, ведь как вот, вот армия, вот мы сейчас говорим, институт войскового священства вести. Ну, конечно, кто сейчас это может потянуть? Это православная церковь. Она может этим заняться, все-таки у нее, смотрите, какое количество священств и монашек. Но, простите, пожалуйста, а историю-то давайте вспомним. Вот этот, утвержденный, внедренный Петром, институт войскового священства, он же ведь, как, это самое... Короче говоря, извините, я вот просто пример приведу. Дается присяга царю и Отечеству. Стоят, все присягают, в одном строю. За веру царя и Отечества. Да, совершенно верно. Но православные идут потом богословляться к батюшке, целуют крест и Евангелие, мусульмане к муле и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот, если... Разделение общества присутствует. Да, если вот так, то это нормально. Но ведь, извините, это же уже... Наверное, все-таки мы должны давать присягу не... Ну, как говорится, перед знамением дивизии. Наверное, вот так вот, скорее всего, должно это быть. То есть, хотят же вернуть каждому... А перед этим сначала богословиться на эту присягу, пойти к батюшке, в церковь. Да, это очень правильно. Без богословления православным, например, не может. А после присяги, значит, еще получить поздравление от батюшки и наставление на служение Отечеству. Это замечательно просто. Но в армию, много национальную и много вероисповедальную, вот делать вот уклон на религиозность... Ну, это только мое мнение, это ошибочно. Но это мнение фронтового священника. Вы... И профессионал военный человек. Я понял. Вы же военный человек в миру были, военным офицером были. Военным офицером. Да, не военным офицером, извините за тавтологию. Военным человеком. И служили в спецназе. Я правильно говорю, да? Да. Может быть, мы немножко расскажем немножко телезрителям об этом. А самого себя похвалили? У вас много учеников? Я этого не могу делать. А в учениках о ваших? А вы их приглашайте. Пожалуйста, они вам все про себя расскажут. Потому что очень многие герои России, герои Советского Союза, и... Как это ученики? Мы друг у друга учились. И это и однополчане. Вот фронтовые боевые товарищи мои. Конечно, приятно, когда те, кто пришел на смену тебе, те, кто когда-то у тебя пришел под саненком, а потом сейчас уже командует полком. Это, конечно, приятно видеть, что... Бог дал с такими ребятами встретиться, которые стали впоследствии такими орлами. В госпиталях и на передовой, ну вот на Чеченском фронте, если можно так, конечно, наверняка можно. Все-таки это война. Чего кривить душой? Вы раненым мальчишкам говорили, не смерти бойся, сынок, а позора. Вот... А кто вам это сказал? Кто-то стоял третьим, что ли? Нет, я просто... Да я вам скажу, я не знаю, что я говорил. А вас... Я только говорил... Почитал немножко литературу. Я только уверен в том, что я говорил... Но это противоречит? Я ему говорил спасибо огромное, что ты правильно прожил, сынок. Я ему не врал, что... Вот я не люблю вот это вот, слышать, вот эту вот ложь, воспасение какое-то. Человек должен понимать, что... Так они чувствуют, понимают, что все уже окончено. А вот что они говорили, это даже вот... Но это, правда, не в этом фильме, а в последнем фильме. Ведь этот фильм второй, а есть и первый фильм. Мы говорим про фильм «Батя», да, про фильм «Батя», потому что телезрителям напомни об этом. И там меня спрашивали, а что вот говорили? Да что говорили? Мать вспоминали. Ради тех, кто... Ну, кто кем воспитывался? И бабушку кто-то, кто-то бабушку. Кто ближе. Любимую вспоминал. Кто ближе. Жалели, что вот недолюбил, недожил. Ну, понятное дело, но обидно, но молодой же, господи. Ему бы жить-дожить, а он уже понимает, что все, последний край. Каминушка уходит, сейчас вот он откоченеет, все. Но это тело, а душа его очищена. В этот момент Бог ему дает, вот он исповедуется. Я вам скажу, трусов не видел. Достойно уходили, достойно. Ничего не преувеличиваю, не приукрашиваю. Терпеть это не могу. Когда слышишь, что вот они с улыбкой там умирали. Как же тебе не стыдно, генерал. Да и потом, какой ты генерал. Паркетная твоя душа. С достоинством уходили люди. На войне не было атеистов. Все люди светлые. Только забывали они об этом. Однажды ко мне, ну вот так вот, сидят ребята у костерка. Бать, можно тебя? Я подхожу. Что такое? Бать, ну вот скажи нам, вот мы вот здесь вот воюем, убиваем, матом ругаемся, пьем, курим. Вот как нам же вот теперь вот тут, ребята, есть такое понятие, святые грешники. Вот уже одно только то, что вы находитесь здесь, брошенной государством, обществом, своими командованиями, и вы не уходите. Вы не мародерствуете здесь. Вы остаетесь людьми. Вас заботит и душа своя. Есть такое понятие, святые грешники. Живите с гордо поднятой головой, ребята. Все нормально у вас с душами. Не ругайте себя. Не за что. А если что не так, на то у вас я есть. Отмолю. Ибо молиться буду не за себя, а за вас. Вот так вот в православии сила-то и дается, что не за себя нужно молиться. Мол, Господи, дай мне, Господи, дай ему. Спаси его и сохрани, Господи. Даже мне незнакомого. Особливо тем, кто мне плохо делал и больно. Господи, прости их. Ибо не знали, что творили. Господи, дай нам всем любовь. Дай нам разума. Забыть все невзгоды. Простить друг другу. И жить без войны. Без хуления друг друга. Без ненависти. Одним. Общностью. Общностью одной. Которой будет называться великий народ. Великой страны. И даст Господь. Только пожелать это можно. Господь может все, кроме одного. Он не может быть с теми, кто его от себя гонит. А мы гоним Господа и потом удивляемся, почему с нами вот все так. А потому что без Него. Не просить Его, не умолять не нужно. Только не гнать от себя. И Он же тут, как тут, рядом. Ведь Господь, Он так добр. Он, прежде чем дать крест, даже вот мы, каждый из нас несет вот этот крест. Этой жизни. Но прежде Он дает силу нести крест. А потом уже сам крест. Так вот как же не нести то, что тебе, сила, на что тебе уже дали нас. Значит, кто мы? Значит, где-то лентяи. Где-то трусы. Где-то жадные. Лицемеры. В себе ищите. В себе. В себе. Не в небе. Я не сомневаюсь, что придет светлое, хорошее, намоленное нами, выпрошенное у Господа всеми страданиями. Поколение людей, светлых, это будут наши внуки, правнуки и праправнуки, которые будут жить уже в очищенном мире. И они, дай Бог, чтобы нас простили, не осуждали. Спаси и сохрани, Господи, всех нас. И Господь это обязательно сделает. Якоблад и человеко-любится. Очень хотелось бы спросить вас, легко ли нынче быть молодым у нас в России? Трудно, потому что мы их обманываем, мы их обкрадываем. Уже мы живем сегодняшним днем за счет многих еще не родившихся поколений. Мы отнимаем у них землю, воздух, деревья, траву, культуру. То, на что они имеют право. Потому что на нас обязанность прийти в этот мир, улучшить, приумножить и тогда уже уйти в вечность. А что даем взамен? Это все видно? Пора нам вспомнить, что мы у себя дома, что это наша страна, что это наша территория, и мы здесь хозяева. А то мы спокойно так вот на оккупированной территории, чужой идеологией. Доллар правит, идеология СМИ правит. СМИ-то тут ни при чем, оно тоже в таком же иге, как и все общество. Только ведь беда в том, что через средства массовой информации идет вот это все зомбирование общества. Живи сегодня, нахапай. Если не получишь, все, значит ничего не увидишь. И молодежь, как между молотом и наковальней, родители... Да вы не беспокойтесь. Молодежь, она всегда была молодежной. В гонке за деньгами. Прогрессивной и так далее. Она же, у нее великая, Господь силу им дает, они не имеют тех хвостов жизненных, которые имеем мы. Которые нас притягивают, вот мы на якорях стоим и двинуться не сможем. Не можем. Мы своими грехами, вот этими делами, которые... Наши комплексы. Совершили, да. Мы ими как в путах, понимаете. А у молодежи, слава Богу, все нормально. И поверьте, лучшие, они от нас возьмут, от негодяев. Это, я смотрю, замечательные ребята растут. Вот, замечательные ребята растут. Улучшат мир обязательно. Надежда на них. И они эту миссию просто выполнят. Но нам им подсказывать нужно. Потому что мы уже знаем, как не надо. Дай Бог, чтобы у нас хватило, ну что ли, способностей объяснить им это. Помятуйте себя. Вы когда-нибудь слушались старшим? Да никогда. Вы когда-нибудь ограничивались вот советом взрослых, хорошими советами взрослых? Обязательно, пока сам шишек не набьешь, ничего не будет. Ну, я остался, к сожалению, тоже рано без отца. Мне было 15 лет, когда отец... Ну, ты хороший человек. Спасибо. Про тебя-то что говорит? Тут мне песню перед передачей свою... И вот, кстати, я очень благодарен, что я ее первую услышал. Спасибо. А так как я родовой казак, моих так и уничтожили, всю мою родню. Спасибо, чтобы немножко было понятно телезрителям нашим, чтобы было понятно. Сегодня, когда мы ехали на передачу на моем автомобиле, и я... Но у него же свой автомобиль, и он не забыл об этом сказать. Ну, может быть, это... Я не хотел похвастаться перед телезрителем. Наверное, в наше время это как авторучка, я просто мог бы и не успеть на передаче. Ну, в данном случае не шикарная, не шикарная. Нормальная, для работы. Ну, я работаю, стараюсь работать, да, они... Так нас воспитывали родители, и гвоздя ржавого чужого не взять, и стараюсь этому принципу следовать. Так вот, я включил батюшке свою песню, она называется «Жизнь одна», и мне было очень важно вот услышать мнение духовного человека. И, слава Богу, ему эта песня понравилась. Ты что, казачья, хорошая песня. Я счастливый тогда человек. Скажите, вот о молодежи мы поговорили. Как живут нынче наши ветераны, вот по вашему мнению? Каково отношение государства? И вообще, вот, даже молодежь, мне кажется, очень жестко относится сейчас вот к тем людям, которые когда-то ковали победу, делали фундамент для ребят, для молодых, и они сейчас могут стоять на этом фундаменте, что-то творить и говорить. Вот мне кажется, в этом есть какое-то противоречие. Да, кто-то ищет решение вопроса, а кто-то в стенку, в которую нужно упираться, и этот вопрос не решать. Ну, кто вам так скажет? Зачем мы вот так вот думаем о ребятах, которые просто не поняли еще, что вот нельзя вот так вот не уступать место в автобусе, плохо говорить о людях, которые жизни, здоровье свое отдавали за жизнь, чтобы он сегодня жил. Это наша вина, не его, этого мальчишки, потому что все вроде негодяи, пришли в Чечню, замечательные ребята, гены сработали. Значит, все-таки что-то в учителях, то есть в нас, прежде чем кивать на неправильность сегодняшнего поколения, наверное, в себе покопаться бы неплохо. Вот такой только ответ. А ребят, замечательно, не надо, как только перед ними встанет задача, они сейчас почему? Они безделья, нет конкретной задачи. Вы что думаете, у них руки поработки чешки? Да займи ты их полезным делом, с удовольствием, они спасибо скажут. Спортом, где они спортом будут заниматься? Тяга к разным, ну не может человек себе купить мольберт, значит не будет он художником заниматься. Ведь раньше же эти вопросы решались в любом там, да простите меня Господь, в доме пионера, понимаешь, были кружки там и так далее. Решался этот вопрос. Была идеология коммунистическая, а теперь нет. У нас нет сегодня вот этого. Вы понимаете, мы не знаем, вот мы топчемся на месте. Главное выжить, главное сегодня. А что завтра? Вот даже у тех обществов, которые мы говорим, вот там зарубежные, ну не нашимское общество, вот у них там за бауром, вот они вот неправильно туда-сюда, но вы извините, у них люди-то сытые. Это нормально, когда люди идут, но это не конечность, не самое главное. Не самоцель. Но надо, чтобы были сытыми, надо. Сытый человек, он добродушен. Особенно наши старики. Ну, врагов нет, вы понимаете. Наши старики, мне больно смотреть иногда, когда я вижу... И воспитывайте духовность, духовность. Мы всегда чем побеждали? Духом побеждали. А сейчас, посмотрите, шарахаемся из стороны в сторону. А, вот этим вот давайте вот сейчас вот. Ага. О, демократии сейчас победили. Те религиозностью давайте побеждать. Ребята, если только чем-то одним, никогда не получится. Всем вместе. Вкупе, все вместе. Весь народ. И никаких крайностей. Никаких крайностей абсолютно. Ведь вы посмотрите, у нас удивительное, уникальное отечество. Сколько народов у каждого народа. Своя великая история. Своя великая мудрость. А языков сколько? И все это вместе мы. А сколько языков? Все это вместе мы. Хорошо бы вместе. Нет, растельно. Почему идеологии нашей духовности и даже религиозности из-за бугра занимаются? И мы это воспринимаем, и мы допускаем говорить о своей стране, что да, вот она вот у нас, вот да, вот у нас мы уже, куда уж нам, вот у них там. Давайте делать у нас. Что мешает? Давайте уважать себя. А какие истоки? Какие истоки? Зачем вы отняли графу национальности? Вы думаете, что киргиз не будет гордиться тем, что он киргиз? Замечательный народ. Русский. Почему ему слово русский? Нет у этого слова. Исключено. Вы посмотрите законодательство. Это нигде не прописано. Нет, ребята, не надо. Да ни у кого не получится меня назвать там шовинистом или русофобом и так далее. Не получится, потому что я люблю всех, потому что все Божьи создания нас, Господь, не разделял. Мы все у Него одинаково любимые. Вот такими и нужно становиться. Но у каждого народа должно быть право уважать и проумножать свою историю и свою культуру. А жить вместе, одним государством, одним Отечеством. И будет великая страна. Когда они... Как только мы перестанем отвлекаться на междоусобицы, на раздоры, все начнется нормально. Я так думаю. Ну что ж, друзья. Об этом и молюсь. Об этом и молюсь. Летовый схему на себя принял. Ибо не сомневаюсь, что Господь услышит молитву грешного схимника. Ибо молюсь не за себя, а молюсь за Отечество наше. Молюсь еще раз за счастье неродившихся детей. Молюсь за то, чтобы у нас хватило силы, сердца и разума подготовить еще неродившимся поколениям вот эту планету, чтобы ее передать. Да хранит вас Господь. Друзья мои, я напомню вам, что сегодня у нас интересный человек. Отец Исааки, фронтовой священник, духовный наставник. Я бы хотел сказать русского воинства, если позволит этот скромный человек так сказать. Но он достойен этого звания, несомненно. Сегодня мы поговорили о разных темах, коснулись и религиозной, и социальной темы. Я думаю, что вот эта позиция высокогражданственного человека, она дойдет до многих сердец наших телезрителей. Я хочу пожелать вам, дорогие друзья, чтобы вот эти слова от сердца, от истинно верующего человека достучались до ваших сердец. И хочу попросить отца Исаакия сказать несколько слов на прощание с нашими телезрителями. Милые мои, милые мои, знакомые и незнакомые люди всех национальностей, всех вероисповеданий, граждане великого моего Отечества, братья и сестры мои возлюбленные в Отечестве, мир вашим домам! Живите долго-долго счастливо. Пусть будут счастливы те, кто вас любит, кому вы безбрежно нужны. Мир вашим детям и внукам, и желаю, чтобы внуки и правнуки гордились каждым из вас, ибо все вы удивительный, замечательный народ. С Богом, родные, с Богом! Уважаемые телезрители, мы прощаемся с вами. Вы были на передаче «Я горжусь своей страной». До новых встреч в эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok